Информацию, которую мы считываем в коммуникации, мы считываем не только через слова. Что уж говорить о том, когда мы пытаемся выудить причины, почему тот или иной человек успешен. Ты получаешь конкретный опыт других предпринимателей на решение схожих задач в их бизнесе, и одновременно с этим ты становишься вкладом в решение 10 задач. И я, когда нахожусь в Эквиум, я могу про каждого человека в комнате рассказывать 5 минут и гордиться тем, что я с ним знаком. Когда мы говорим про high-impact предпринимателей, наверное, больше всего подходят следующие тезисы. Это человек, обладающий влиянием, и в то же время это тот человек, кто является ролевой моделью для своего окружения. Соответственно, если мы говорим про high-impact предпринимателя Эквиум, это самое простое, это человек-пример или тот человек, на кого бы, например, я лично хотел, чтобы был похож мой ребенок. Ну, то есть это тот человек, в окружении которого можно скопировать такие паттерны поведения, которые определяют успех человека, и этот успех в достаточной мере экологичен. И, в общем, во всей системе координат он благостен не только для самого человека, но и для его окружения, общества, города и в целом реальности. Говоря про ролевую модель, лично я вкладываю понятие некого человека, образ жизни которого или паттерны, которые он использует в реализации своего содержания, импонируют мне, и человек, чьи достижения и успехи вдохновляют меня меняться и делать что-то по-другому. И вот именно таких людей мы в целом и поддерживаем в Эквиум. И я, когда нахожусь в Эквиум, я могу про каждого человека в комнате рассказывать пять минут и гордиться тем, что я с ним знаком. Наверное, вот это и есть настоящая ролевая модель. Я убежден в том, что ничто и никогда не заменит живое общение человека с человеком. И любые сублимации и желание перенести коммуникацию людей в чаты или в мобильные приложения или в цифровую среду, они лишают нас правды, они лишают нас искренности, они лишают нас доверия, но параллельно с этим они иногда могут давать ложность восприятия и заблуждение о том, что мы поняли что-то про другого человека через телефон. Я убежден в том, что, и это на самом деле не секрет, что информацию, которую мы считываем в коммуникации, мы считываем не только через слова. Это и поведение, это и осанка, это и образ жизни, и взгляд, и очень много факторов влияют на то, как мы воспринимаем информацию от внешнего мира. Что уж говорить о том, когда мы пытаемся выудить причины, почему тот или иной человек успешен. Он же дает лишь маленькую часть интерпретации происходящего. Только совместное времяпрепровождение, совместное проживание каких-то интересных опытов, сотворчество, работа над некоммерческими проектами, создание новых проектов, это и есть возможность находиться в сообществе с другими людьми. Я убежден в том, что настоящее сообщество, которое является серьезным вкладом в развитие человека, это только живое общение человека с человеком. И не забирайте у себя возможность чувствовать себя живым в окружении других людей. А мы называем систему отбора в Эквиум феноменологической. То есть мы убеждены в том, что резидент Эквиум является феноменом. И определить другой феномен может только феномен. Вот, поэтому система отбора построена из нескольких уровней. Есть формальные требования по обороту и по количеству сотрудников. На нашем опыте мы поняли, какая целевая аудитория получит максимальную ценность от нахождения в сообществе. И это те люди, у кого же есть достаточный бизнес-опыт, у кого уже есть выстроенная компания. И средний портрет резидента – это чуть меньше миллиарда рублей, около 70 сотрудников. Но существует и значимо больше предпринимателей по объемам, так и значимо меньше. Это среднее. Но это формальные требования, которые позволяют нам отобрать, в общем, сузить немножечко круг предпринимателей. Основная система отбора, даже не совсем отбора, а выбора тех предпринимателей, кто получит максимальную ценность в Эквиум и кто сможет дать же эту же максимальную ценность, она основана на определении морально-этических и ментальных установок человека. Зачем он делает бизнес? А может ли он делиться своим опытом открыто? Может ли он опираться на опыт другого человека и менять, в общем, свои подходы в ведении бизнеса? Это больше, так называемый, soft skills. Вот. И это второй этап отбора. И третий этап отбора – это уже через конкретные механики, там, пробные мероприятия, на которых предприниматель, во-первых, определяет сам, дает ли ему ценность нахождения в сообществе Эквиум и будет ли он пользоваться инструментами, социальными механиками, которые есть у нас. А во вторую очередь, эти все мероприятия модерируются действующими резидентами, и действующие резиденты, соответственно, дают рекомендации о вступлении потенциального кандидата в сообщество. Вот такая система работает уже 7 лет, и на текущий момент мы отобрали, там, около 800 резидентов из 35 тысяч заявок. Мне кажется, именно отбор лежит в основе целостности сообщества и общего удовлетворения нахождения, в общем, каждым резидентам внутри. Друзья, здесь я должен позвать вас вступить в Эквиум, но я не буду это делать. Я хочу предложить вам посмотреть на то, что в Эквиуме происходит. Если вам это отзывается, и если вам нравится атмосфера, люди, драйв, вайб, который можно увидеть на видео, на фотографиях, приходите к нам. Я уверен, что если мы друг другу подходим, то мы будем вместе.